Краевед из Алатаря, сотрудник городской библиотеки, заинтересовался историей города начала 19 века. Оказалось, что жители Алатаря внесли огромный вклад в победу над французскими захватчиками. Уроженцы этого города отстаивали Москву, сражались на Бородинском поле, штурмовали Париж. Рядовые солдаты, командиры рот и даже генерал. С каждым годом историки раскрывают современникам новые имена героев войны 1812 года. В то время одну из рот симбирского ополчения сформировали именно в Алатаре. Манекены в мундирах и рейтузах, раритетные шахматы и фигурки солдат. Эти экспонаты еще недавно украшали выставку, посвященную войне с Наполеоном. В залах Краеведческого музея Алатаря она проработала долго. Сейчас в архивах сохранились уникальные документы уроженцев города, которые сражались против французов. Знаменитый генерал Петр Кикин, офицер штаба Кутузова, отличился во многих боях. На Бордино освобождал батарею Раевского, участвовал во взятии Парижа. Историки утверждают, что после его письма Александр I подписал манифест о возведении храма Христа Спасителя в память о воинах. Сам Петр Андреевич был записан в гвардии еще в младенческом возрасте. В 1796 году при Павле I начал службу в лейб-гвардии Семеновском полку. Александр I произвел во флигле дилутанты свиты. Он отличился в сражениях русско-турецкой войны в 1806-1807 году, за что получил золотую шпагу с надписью «За храбрость». Неизвестные подробности об участниках этой войны Михаил Скрипин начал изучать давно. Благодаря его трудам жители города узнали о многих солдатах и офицерах. В 19 веке именно из этого города на поля сражений уезжали ратники симбирского ополчения. Подлинные свидетельства этого похода сохранились в местных храмах. На подвиги солдатов благословили иконы усекновения главы Иоанна Крестителя. Есть дарственная надпись, которая говорит о том, что эта икона была подарена государем Иоанном Васильевичем в благословение граду Аллатырю. С этой иконой совершались крестные ходы на крещение Господня зимой. С этой иконой благословлялось ополчение. Правда, самой иконы в городе сейчас не осталось. В память об участнике войны на территории женского монастыря хранится часть надгробия. Но раньше в городе существовал и настоящий некрополь воинов. Стояла красивая церковь, Успенская церковь, построенная на средства генеральши Иевлева еще в 18 веке. А в 19 веке эта церковь была своеобразным памятником войны 1612 года. Церковь разрушили, вместе с храмом были уничтожены и могилы. Вообще, говорит Михаил, с каждым годом все сложнее раскрывать имена рядовых солдат. Об офицерах знают все, впереди громоздкая работа. Краевед мечтает изучить как можно больше неизвестных страниц войны с Наполеоном. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.